Всем привет! В общем, мы едем на Хэллоуин в Румынию. Сейчас мы на вокзале, ждем своего автобуса. Я надеюсь, будет весело. Да, спасибо. Мы подготовили костюмы и, в общем, по сути, это будет первый такой настоящий Хэллоуин, прям тематический, можно сказать. Поедем в замок Дракуи, не знаю, посмотрим, где был Влад Сепиш. Ну, я думаю, что это будет очень интересно. Постараюсь побольше снять. Вот, сейчас ждем своего автобуса. Я для этой поездки даже покрасилась в темный цвет. Я не красилась, наверное, года два-три. Привыкла как-то уже со светлыми волосами и, ну, не знаю, с темным вообще непривычно, честно говоря. Вот, ждем автобус. Мы уже в Румынии, остановились на перекус. Весь в оболочке спят. Вот наш автобус. Очень красивая здесь природа и архитектура интересная. Вот так, все еще твой парень. Ладно, куда нам он тоже уберешь? Нет, не уберу. Передайте привет. Привет, ты чего? Чего? Ты не все записал. Так как мы приехали с опозданием на несколько часов, я не успела ничего снять, поэтому следующим кадром уже будет сам замок Бран. У нас были билеты на экскурсию вовнутрь замка, а также на хэллоуин-пати. Но так как мы приехали достаточно поздно, около восьми вечера, было уже темно, и это единственные кадры, которые у нас есть, именно замка вблизи, к сожалению. Ну, к счастью, я сняла очень много внутри самого замка. И как вы видите сейчас, на входе сразу нас погружают в историю. Здесь есть человек, который одет в костюм Влада Цепиша. Замок Бран находится в Румынии, в области, которая называется Трансильвания. Недалеко от города Брашев находится город Бран и, естественно, одноименный замок Бран. Он был построен в 13 веке и служил как крепость для защиты от врагов, а точнее от Османской империи. Как говорит нам Википедия, и как мы сами заметили на своем опыте, залы и коридоры напоминают лабиринт. Проходы очень узкие, и я неоднократно ударялась даже головой, потому что карнизы очень низкие. Хотя я не очень высокого роста. И мне очень понравилось, что замок оснащен какими-то современными технологиями, анимациями, сопровождающимися звуками. В общем, атмосфера была очень жуткая. Также мне очень понравилось, что экскурсия сопровождалась появлением актеров, каких-то исторических личностей. Они тоже были в гриме. Это было очень необычно, и они прямо входили в роль. Они пытались даже запугать некоторых людей, выкрикивали какие-то громкие слова. В общем, это выглядело как скримеры из игры или из хоррор-фильма. На данный момент замок Бран ассоциируется, конечно же, с Владом Цепишем, который также известен как Дракула. Влад Цепиш был молдавско-румынским правителем в 15 веке и также является прототипом персонажа романа Брэма Стокера «Дракула». Неоднократно упоминается, что замок Бран являлся резиденцией Влада Цепиша, но некоторые источники все-таки это опровергают. И утверждают, что его основной резиденцией все-таки был замок Пайнари, который был построен для защиты от Османской империи также. На данный момент от замка Пайнари практически ничего не осталось, там в основном руины и замок построен очень высоко в горах. Многие его называют настоящим замком Дракулы в противовес замку Бран. После 1918 года замок Бран был подарен королеве Марии Эдинбургской, также известной как Мария Румынская. На данный момент замок принадлежит потомку румынских королей и также его законному владельцу, внуку королевы Марии Доминику Габсбургу. К сожалению, мало что осталось со времен правления Влада Цепиша. В основном все, что находится в замке, это предметы из 20 века, из 19 века. Но осталась комната пыток Влада Цепиша. Возможно, комната пыток Влада Цепиша. Нет никаких точных доказательств. Но известно, что Влад был безжалостен со своими врагами. И его любимым делом было сажать их на кол. Оттуда его имя Цепиш, то есть Колосажатель. И честно говоря, на этом моменте мне стало действительно жутко. Потому что куча этих приспособлений и какие-то рисунки по их применению меня достаточно сильно напугали. Поэтому мы быстро покинули эту комнату. Все, мы вышли из замка. Устали, ноги болят. Очень узкие проходы. И очень высокие лесенцы. После этого мы отправились на Хэллоуин Пати. И вот здесь вот была, наверное, самая интересная часть этого путешествия. Потому что я впервые видела просто неимоверно огромное количество разных костюмов. И они были настолько детализированы у многих людей. И хотелось, конечно, подойти к каждому человеку, рассмотреть их поподробнее. Но мы, правда, очень сильно устали, так как были 30 часов в дороге. Мы недолго оставались на этой вечеринке и поехали домой. Доброе утро. Я проснулась сегодня пораньше. Не знаю, почему. Уже накрасилась. Жду теперь, пока Бахтиар проснется. Потом, наверное, поищем какую-нибудь кухню местную. Интересно попробовать какую-нибудь чоргу, честно говоря. Вот. Утро вообще замечательное. Погода шикарная. Природа просто великолепная. Сейчас покажу все. Так. Вот, в общем, наша комната. Здесь лестница на второй этаж. Там спальня. В общем, все удобства, честно говоря. Это самый... Это самый круто выглядящий хостел. Весь этаж есть черпичная крыша. Вообще, в шоке, честно говоря. Очень просторно, комфортно. И туалет тоже прекрасный. Не уж. Ванная. Ну, в общем, все удобства, я считаю. Чуть позже сниму второй этаж. Есть Wi-Fi, конечно же. И выход на балкон. Такая вот красотища. Сегодня погода прям радует, честно говоря. Уже десять утра. Максиар проснулся. Вот я вам показываю второй этаж. Здесь такая вот кровать. Кстати, очень удобная и теплая. Телевизор есть. И балкон. Вот с такими вот сидениями. Я даже не знаю, что это типа как гамак, но нет. И вот такая вот красота. Ну, вообще, просто не передать словами. Сейчас пойдем кушать. Потом, не знаю, может еще раз зайдем в замок. Или хотя бы просто со стороны снимем. Не знаю. Посмотрим, в общем. Отель просто 10 из 10, 5 из 5, не знаю. Правда, очень шикарно. За 13 тысяч тенге за ночь. Это прям топчик. Не знаю, потому что я жила в более дорогих местах, но которые были хуже в 10 тысяч раз. Здесь есть и двуспальная кровать, туалет, ванна свои, причем не общие. Интернет, телевизор. Два этажа, два. Это просто апартаменты какие-то, не знаю. Балкон, шикарный вид на город, на природу. В общем, я просто советую всем, если кто-то соберется в Бран. Но единственный минус это то, что слегка далековато от замка, но такси здесь стоит около 1000 тенге до замка, в принципе. Ну, это нормально. Это не прям супер дорого. Вот. Название отеля RELAX, адрес stradapadina3. Я не уверена насчет ударений и произношения вообще абсолютно. Я оставлю, скорее всего, ссылку в букинге или, ну не знаю, в общем, шикарный отель. Просто вот рекомендую очень сильно. Мне очень понравилось. Все, да. Будем потихонечку собираться и, не знаю, чем-то заняться нужно до 3-4 вечера. Да, до 3-4 дня точнее. Вот так вот. Вернемся скоро. Так, это вот общая комната. Все, спасибо этому отелю. Дальше мы просто пошли искать ресторан, чтобы попробовать местную кухню. И, по сути, как я заметила, Бран – это просто такая небольшая деревушка, очень уютная, с прекрасной природой. Не знаю, мне прям этот город очень запал в душу. Такой вот завтрак в ресторане. Очень аппетитно. Прям хочется съесть. Это какое-то традиционное национальное блюдо. И, конечно же, мне очень хотелось увидеть замок при дневном свете снаружи. И мы направились ближе к центру. И замок видно практически с любой точки. И он очень красивый. Это основная улица. Здесь все эти магазины, сувениры и парк. Здесь уже вчера была вечеринка. Но не от замка, как я понимаю. Это главная улица. Мне захотелось немножко порасследовать местность около замка. И там я увидела разные сувениры, всякую национальную одежду, еду. То есть это было что-то типа такого базарчика. И также там был haunted house, дом страха. Но, как я поняла, это больше как детский аттракцион. Потому что в основном там были только дети. Но, к моему глубокому сожалению, национальный музей был закрыт. По неизвестным мне причинам, кстати говоря. Поэтому я просто прошлась мимо этой деревни и поснимала дома. Это было многоcationов, где нас вернулся. И там уже после неправильных пылес. Ставим, как я это все. И там есть все. Теперь я хочу сделать пару минут. Единственная деревья. Так я тоже забываем свои цепки. У меня есть дымка. Очень много лет. Как я закрываю здесь. Я покажу вам это, что сейчас. У меня нет. видимо это первые поселенцы здесь жили очень такое аутентичное но вовнутрь почему-то нельзя заходить скорее всего из-за праздника может быть не уверена красиво какой чудесный домик не удивлюсь если там какие-нибудь путки делали и какой-то вот возможно это вход замок дополнительно не знаю она выглядит криповень к здесь вот чаще леса так давайте прочитаем а здесь жили получается работники замка а это это печь возможно не знаю вот отсюда слегка видно замок в общем делав возможно неправильные выводы я решила что пора возвращаться к бахтиару и пора уже ехать в брашов неуверенно насчет ударений и мы приехали в центр города главная площадь браш шоува или брашева до сих пор не поняла как правильно черная церковь вход всегда платный 15 лей но если у вас украинский паспорт или какая-то карточка типа удостоверения то вход бесплатно будет это вот основная улица где всякие магазинчики ресторанчики и так далее не знаю мне кажется в европе практически в каждом городе что-то наподобие есть но это все равно очень красиво и мило сувенирчики всякие вот думаем брать что-нибудь ну вот и все на этом закончилось наше путешествие но я сняла еще несколько очень красивых кадров так как мы пересекали три страны венгрию чехию словаки по моему и больше всего не запомнилась словаки именно своей такой мистической какой-то нереальной природой поэтому наслаждайтесь спасибо большое за просмотр и вот и и и и